МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Полевые инновации. В Цивильском районе прошел республиканский день поля. Опасный вид. В Чувашии все больше детей выпадают из окон. Хоровод дружбы. В Татарстане состоялся Чувашский праздник Уяв. В Цивильском районе открылся крупнейший аграрный форум День поля. На традиционной выставке презентуют современные модели машин, средства защиты растений и перспективные сорта сельхозкультур. О новшествах этого года расскажет Дмитрий Ковалев. Объявляю День поля 2018 открытым! Эти трактора трудились на полях десятки лет назад, но и сейчас музеи не пылятся. На республиканский агрофорум ретро-техника добралась своим ходом. Российские машиностроители держат марку. Для нужд аграриев производят импортозамещающие модели. Одна из новинок – специальный комплекс для упаковки сенажа. Республиканская выставка День поля продолжает бить свои же рекорды. В этом году сюда, на базу Чувашского научного института сельского хозяйства, приехали представители свыше 40 компаний-поставщиков. На этой площадке налаживают полезные контакты. Наша задача, проводя эти мероприятия, День поля, это уже традиционное мероприятие, еще раз показать сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, чтобы они оценили, какую технику будут подбирать под свои технологии. Понятно, стоимость техники, она разная, с каждым годом растет, но есть постановление правительства Российской Федерации, где сами уже производители сельхозяйственной техники снижают цену на 10%. Это значимо для сельхозтоваропроизводителей. Кондиционером в кабине комбайна уже никого не удивишь. Современную технику сейчас оснащают и GPS-датчиками. Машина с таким набором опций может работать в поле даже ночью. Задаешь программу через компьютер, да? А автопилот, и он едет. На полете развернулся, сел и поехал. Большая часть тракторов и комбайнов с выставки отправится в поля. Спрос на новую технику повышается. Многие хозяйства региона делают ставку на модернизацию парка. Это уже по счету жестой в основном у нас по лесу. Вот 12-18 – это очень хорошая комбайна. Они себя зарекомендовали с точки зрения уборки зерна. Убирают качественно, производительность у них очень хорошая. Аграриям презентуют и сельхозкультуры. На опытных делянках сейчас испытывают новые сорта ячменя, сои и горчицы. Спрос на них довольно высокий. Но необходимо вывести устойчивые к нашему климату семена. Кто может сказать, или у вас уже есть результаты, в наших природных климатических условиях, какой сорт лучше дает? Урожайность? Это будет по истечении двух лет. Когда мы сейчас испытаем 2-3 года, и сможем дать рекомендации, по каким сортам нам следует работать в Чувашской республике. С аграриями глава региона обсудил и виды на урожай. Пока погода не подводит. Почва получила необходимое количество влаги, а это должно пойти на пользу зерновым. Я рассчитываю на вас, на всех, что ни одного часа сбоя не допустите. И тот урожай, который на полях, нам надо убрать, посчитать экономику, соответственно, цель ваша – получить прибыль. Касаясь цен, они тоже складываются в Российской Федерации. Выгодные или справедливые, так скажем, для сельхозтоваропроизводителей. Просто каждый из вас должен определиться, когда, какое количество продадите, но и по прямым, прежде всего, связям без посредников. На 2018 год в хозяйство всех категорий всего планируется заготовить не менее 24 кормовых единиц грубых и сочных кормов и 31 центнер кормовых единиц всех видов кормов на одну условную голову. Активная фаза уборочных работ намечена на конец июля. По прогнозам, урожай будет не ниже прошлогоднего. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня же глава республики обсудил с аграриями и меры противодействия птичьему гриппу. Вспышки заболевания выявили сразу в трех районах – Комсомольском, Батаревском и Яльчикском. Михаил Игнатьев поручил принять все меры, чтобы грипп не распространялся дальше. На подъездах к пострадавшим территориям установили запретные зоны. Специалисты приступили к дезинфекции заразных территорий. Предположительным источником распространения заболевания могла стать Павловская птицефабрика Нижегородской области. В специализированной лаборатории сейчас выявляют конкретный штамм гриппа. У жителей республики появится дополнительная возможность принимать участие в обсуждении проектов градостроительства. Такое решение принято на заседании Кабинета министров Чувашии. Помимо традиционных публичных слушаний, где жители обсуждают строительство тех или иных объектов в городе, теперь можно будет выразить свое мнение на специальном сайте в сети интернет. В онлайн-опросе смогут принять участие больше жителей городов без привязки к месту и времени их нахождения. В каком формате проводить общественные обсуждения, в конкретных случаях будут решать муниципалитеты. Жители поселка Северный теперь могут пить воду из-под крана. Здесь установили систему доочистки питьевой воды. Как она работает, выясняла наша съемочная группа. Показывать банки, наполненные водой из-под крана, местным жителям не впервой. Это наглядный пример качества воды. И если раньше увидеть что-то, кроме грязи и мути, было невозможно, то сейчас ситуация изменилась. Вот сейчас из крана набрали. Вот такая вода сейчас идет. Ничего плохого не могу сказать. Можно пить. А хлорки там нет? Нет хлорки. Хлорки нет. Вот я как в човесть прямо из крана пью. После ремонта вода очень замечательно, хорошая. Вот такая станция каждый час очищает от железа, марганца, сульфитов и запаха 7 кубометров. Вода обрабатывается кислородом, ультрафиолетом и гипохлоритом. Весь процесс автоматизирован. Управление станции также выведено в центральный диспетчер службы водоканала. То есть все этапы, что здесь происходит, видно. То есть проникновение, работа насосов, работа фильтров, уровни в емкостях приема и раздачи и уровень водонапорной башни. Затем чистая вода поступает в водонапорную башню, а после распределяется по квартирам. Строительство станции до очистки – это часть мер по улучшению системы водоснабжения за Болжья. В этом году планируем поменять полностью весь поселок, посадить на полиэтиленовые трубы. То есть нам осталось порядка 100 с лишним метров заменить трубопровода. С нашей стороны уже замечаний быть не должно. То есть на подаче воды мы будем уже контролировать 100% хорошую питьевую воду. За последние годы в Левобережье заменили сети теплоснабжения, канализации. Продолжается реконструкция водопроводных труб. В будущем построят очистные сооружения. Подрядчик определен. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Внимание, опасность. Хочется сказать всем взрослым, у которых есть дети. Этим летом в Чувашии снова участились случаи падения из окон. Уже произошло 19 ЧП, а еще только середина июля. К счастью, обошлось без смертельных исходов. В прошлом году из окон выпало 26 детей. Два ребенка погибли. Окна в квартирах – серьезный источник опасности для маленьких непосед. Дети слишком любопытные и слишком неопытные, чтобы оценивать риски. Вчера, когда годовалая девочка выпала из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже, прислонившись о москитную сетку. Случай такой произошел в Ибресенском районе, где 7-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Также с различными телесными повреждениями он госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. В связи с фактами падения детей из окон, рекомендуем не оставлять детей одних без присмотра в комнатах или других помещениях с открытыми или свободно открывающимися окнами. На данный момент на рынке множество устройств защиты от самых простых до достаточно сложных. Расскажем о самых распространенных блокираторах окон. В комплекте с этим идут саморезы для установки, графитовый наконечник для отметок, ключ, чтобы закрыть окно на замок. Одна часть блокиратора крепится непосредственно к окну, ответная к раме. Закрыв ключом, мы теперь не можем открыть эту створку на распашку. Мы можем только откинуть на проветривание. Все. Теперь мы обезопасили себя и своих детей. Открыв замок обратно, мы точно так же пользуемся створкой. Эти небольшие детали могут спасти жизнь ребенку. Стоит ли раздумывать, ставить блокиратора на окна или нет, когда речь идет о безопасности ребенка. Тем более, что стоит эта безопасность всего несколько сотен рублей. Чаще всего люди оставляют окно открытым, когда они сами дома с ребенком. Но это не спасает. В большинстве случаев в квартире находились даже не по одному взрослому. Однако ребятам хватило нескольких минут, чтобы влезть на подоконник. Москитная сетка создает у малыша иллюзию заграждения, но она не способна выдержать даже такой маленький вес. Если же окно с блокиратором, родителям не требуется постоянно держать свое чадо в поле зрения. Окно открывается только в режим проветривания. На распашку не открывается. И открывается только взрослыми при помощи вот такого специального ключа. Думать прежде всего о безопасности детей. И на все возможные окна, которые могут быть только в квартире, которые могут открываться детьми на кухне, спальне, на балконе, мне кажется, должны обязательно стоять такие вот блокираторы. Поставить блокираторы можно не только на новые окна, но и на старые. Причем не обязательно искать фирму-изготовителя. Можно обратиться в ту, что ближе. Установка блокиратора займет 5 минут. И не забудьте спрятать ключи в недоступное для детей место. Снова стартовал проект «Город России. Национальный выбор». В интернете можно проголосовать за исторически привлекательные, красивые, с неповторимой культурой города. Проект начался еще в 2012 году. Напомню, в 2013-м Чебоксары заняли первое место среди городов России. И после этого столица Чувашии входила в десятку лучших. Сейчас за наш город проголосовали более 32 тысяч человек. Лидирует Владикавказ. Каждый может проголосовать за свой любимый город на сайте городроссии.рф. Поможем чебоксарам завоевать титул самого привлекательного города страны. Голосование продолжается. Итоги подведут 30 декабря 2018 года. Праздновать так вместе. 7 июля в Чебоксарах прошел федеральный Сабантуй. А на следующий день Чувашский уяв на татарской земле собрал гостей и творческие коллективы со всей России. Национальный Чувашский праздник проводится в Нурладском районе с 2006 года и уже приобрел статус всероссийского. В гуляниях принимали участие и мои коллеги. Хороводы и тут и там. Самый массовый загружился после традиционного ритуала – выбивания березового колышка, что знаменует начало хорошего дела. В едином порыве соединились 65 фольклорных ансамблей из разных республик – Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Самарской области. Этот праздник уяв привлекает нас прежде всего своей масштабностью, своим величием, своим присутствием всей России здесь. Выставка «Подворье» подтверждает – и домашние уклады, ремесла сохраняются, где бы люди ни жили. А уж народное творчество и подавно. Песни передаются из уст в уста, поют их и дети, и взрослые. Я родилась здесь, в Нурладе, в 54-м году, но в 21 год я уехала на Украину. Там прожила 27 лет, и последние 17 лет я живу и работаю в Италии. Радуюсь, что столько лет я не могла видеть, а сейчас наконец-то увидела праздник. От чувашского быта до знаменитых земляков. Аллея национальных героев напомнила о людях, прославивших чувашский народ. Василий Иванович Капаев по материнской линии Чувашин. «Благодаря мудрой политике президента республики Татарстан, главы Чувашской республики, сегодня наши регионы развиваются успешно. Вы все чувствуете это. Праздники татарского народа, чувашского народа, других народов сегодня на высоте». Национальный чувашский праздник проводится в Нурладском районе с 2006 года. Здесь же он приобрел статус всероссийского. В следующем году уяв на татарской земле уже в 13-й раз объединит сотни людей, живущих чувашской культурой. Ирина Волкова, Светлана Лекимова, Игорь Зверев, Юрий Марков. Республика. Чувашский каратист вернулся с наградами с чемпионата Европы. Он проходил в Румынии. Юный спортсмен Владимир Михеев привез домой бронзовую, серебряную и золотую медали. А в обедах, которые даются непросто, Рифат Фаткулин. «Давай, прыгай!» Сила, ловкость и правильная тактика. Вова Михеев на татами 7 лет. В карате пришел, мечтая стать сильным и ловким, как Брюс Ли, кумир миллионов. Он только окончил второй класс, а сверстники уже его остерегаются. И напрасно. Силу Володя применяет только в бою. Но девочек в обиду не даст. Чемпионат Европы по карате уже 20-й в активе каратиста. Несмотря на юный возраст, движения и удары отточены совсем не по-детски. Сам Вова Победе очень рад, хоть и признает, что пришлось преодолевать трудности, причем скорее моральные. «Стараюсь не волноваться, но на татами выходишь все равно страшно. Сложное в том, что ты не знаешь, какой он удар будет делать. Мне на чемпионате Европы помогала поддержка родителей, поддержка тренера». Стремительные атаки и разящие удары. Чтобы продемонстрировать все, на что способен, Вове пришлось немало поработать с тренером. «В финале он делал Унсу. Ката Унсу – это одно из сложнейших ката в Сютакане. Имея всего-навсего синий пояс, он, в принципе, очень достойно исполнял это ката. Ну, конечно, пока немножко уровня не хватило, но ничего страшного. Он будет постепенно развиваться, будет расти и будет дальше побеждать. Благодаря, во-первых, чему? Во-первых, своей настойчивости, конечно. Да, тому, что он вот очень усердно так может заниматься, и причем по многу может заниматься, благодаря тому, что он прошел школу гимнастики. Он занимался гимнастикой с четырех лет. Стать сильным, смелым и справедливым – именно такой свод правил предписывает карате спортсменам. Это и побудило родителей Владимира отдать его в единоборство. Владимир в школу гимнастики тоже призовые места занимал. И в карате тоже начал сразу побеждать. У него, видишь, медали, сколько уже, больше сорока медалей побеждал в таких больших соревнованиях в Сербии на чемпионате мира, в Белоруссии на чемпионат Кубок мира. Он занимается целеустремленный, сам говорит, папа, давай выходим, позанимаемся, на заливы бегаем. И все от него зависит. Сам молодец. Несмотря на юный возраст, Володя уже пример торжества силы духа. У юного каратиста не за горами следующие соревнования. В конце сентября в Анапе пройдет чемпионат России по всестилевому карате, с которого подопечные Республиканской Федерации тоже планируют перевести награды. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Подведены итоги состязаний по одному из самых непредсказуемых и зрелищных видов спорта – триатлону. Чемпионаты первенства Чувашии прошли в физкультурно-оздоровительном центре «Белые камни». «Белые камни» встретили спортсменов пасмурной погодой. Но на соревнованиях кипели такие страсти, что никто этого даже не заметил. Состязание открыли самые юные участники 2008 года рождения и младше. Проплыв 100-метровую дистанцию, они преодолели 4 километра на велосипеде и пробежали тысячу метров. Среди мальчиков лучшие результаты показали воспитанники Новочебоксарской спортивной школы номер 3. Среди девочек – представительница Батаревского района. Сергей Сусметов тренирует детей всех возрастов и точно знает, как нужно закалять тело и дух. Сила воли, дисциплина, выносливость, ну и стремление к победе. В триатлоне каждый вид по-своему важен. Плавание важно выплыть первым, в велосипеде приехать в общей группе. Ну а бег, наверное, надо быть в сильном беге, чтобы прибежать первым. То есть ведущего какого-то вида нет из этих трех? Наверное, нет, все должны быть по-своему хороши. У тех, кто постарше и дистанция побольше. Победители и призеров соревнований определяли по общей сумме баллов за все три вида состязаний. В циклическом многоборье решающей может стать даже доля секунды. Среди ребят 16 и 17 лет медали первенства по триатлону получили Николай Мазяков из Батарева. И всего секунда отделила от него новочебоксарца Егора Селиванова, который завоевал серебро. Уровень адреналина зашкаливал и у участников, и у болельщиков. В юниорском первенстве также рейтинг победителей возглавили воспитанники новочебоксарской спортивной школы номер 3. Сильнейшие триатлонисты Чувашии уже собираются выступить в Тюмени. Там в конце июля пройдет первенство России. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова